всем привет ребята здравствуйте с вами братуха это игра воробо сегодня мы с вами поговорим о гигантском ребаланс который подготавливают нам разработчики спасибо им большое о великие и справедливые наши эпиксоники да вохвалиться как там да да вас ловятся их род людской семейное положение увеличит благосостояние и здоровье всех этих родственников увеличится многократно большое спасибо им я таки даже маленького посидел вот этого обновления но перед этим большое спасибо хотел бы сказать мити мити большое спасибо закинул мне 6666 рублей большое тебе спасибо на прошлом стриме вот я выпил 5 рюмок коньяка был пьян и в конце стрима молол всякую чушь стрим находится на этом же канале в общем спасибо мити большое он говорит вот она как работает сейчас напоим брату митя большое спасибо за донат братухи работаю ребята для вас только за ваш донат никакой прибыли больше не имею youtube нам не платит спасибо всем кто поддерживает ребят мои дорогие и хотел бы значит напомнить что в официальной группе вконтакте было объявление что промокоды которые дают вам какие-то там мошенники они не работают то есть не стоит брать у кого-то коды за какие-то плюшки но смысле деньги вот она значит у нас то самое обновление но еще хотел бы порекламировать нашу группу воробус 18 плюс на топлив вконтакте так и называется воробус 18 плюс то есть там для взрослых школа те там нет места и не надо меня осуждать вы то есть мы уважаем ваши права а вы уважаете наши вот хотим сделать клуб для взрослых и вот школота пошла в школу вопросы имеются нет ну и давайте вернемся значит к нашему огромному ребалансу просто катастрофически огромный вчера пришел на стрим фейк вот что в переводе не настоящий а по-русски переводится как хуйня я его стараюсь иногда троллить но вывести его на эмоции но фейк на эмоции не выводится крепкий мальчуган умный парень добросовестность что могу сказать вот понимаете когда есть какие-то блогеры я слышу их фамилии их никнеймы мы про них ничего не знаем и даже не собираем на них никакую информацию личное дело вообще по барабану а вот как только начинаем знакомиться ближе сразу уже появляются эмоции эмоции и характеристики на этих людей которые мы получаем которые мы составляем то есть будете дружить с другими блогерами будет больше друзей не будете дружить с блогерами будете сами по себе я вот блогер меня с одними не дружу сам по себе вот такая вот ситуация но вот видите фейк ко мне пришел ходит на стримы постоянно не знаю почему он ко мне тянется может кто-нибудь бы провел бы у него интервью спросил быть что ты нашел в баратухе интересно было бы послушать что же вам не такого хорошего нашел вот или может быть что такое плохое типа как инструмент для битья апексоников но я не являюсь инструментом для битья я скорее всего критик вот и обзорчик каких-то информационных происшествий но не новинок потому что у меня нет новинок в ангаре и я не могу вам новинки показывать и рассказывать и взять ниоткуда в общем дискорде скинул мне information на английском и мы короче охренели два часа его переводили и обсуждали вот борис скинул мне тест сервер на русском языке глобальный ребаланс в робота 9 и 4 в ходе тестирования в эти выходные будут вынесены что зайка извините пришел ребенок надо уделить внимание а то хейтеры они какие-то такие вот тупые все время думают что я с детьми плохо отношусь но почему-то я хочу сказать что дети приходят именно в тот момент когда я начинаю записывать видеоролик до вячеслав кстати вчера задонатил 500 рублей спасибо большое вячеславу на мороз на меня пиво вот большое спасибо вячеславу но как так как я слишком толстый уже потолстел и старый и так далее вот мы решили в прямом эфире прикупить детям значит арбуз вопрос танюша тебе нужен арбуз вот арбуз таня не против купить все и дядю давайте в общем по-русски теперь читать без всяких вот английских переводов борису спасибо большое это наш админ в нашей группе ребята поставьте обязательно лайк этому видеоролику и лайк под всеми новостями в группе вороваться нас плюс обязательно заходите рассказывайте другим соучастникам вашей игры воробот о том что есть такая группа независимая от разработчиков независимая от ли заблюдство и подлизывания мы не лижем жопу мы не выбираем новости для того чтобы получать за это ресурсы мы настоящее самое есть настоящее не продажное сообщество воробот 18 плюс и так давайте перейдем а значит к списку ребаланса ребаланс как видите на две страницы а4 роботы кризис бонус исходящему урону от способности overpower уменьшен с одного трех до одного двух то есть кризис который на трех пушках тяжелых давал бонус 30 процентов к урону то есть если вы стреляете молотами и наносите 20000 урона вам будет прибавлено 6000 урона если вы стреляете триперами то трипер наносит например 100 тысяч урона прибавит к составляла на 30 процентов это 30 тысяч то есть урон наносила пушка не 100 тысяч а 130 тысяч сейчас это у нас способность понерфлена и при использовании этой способности будет даваться 20 процентов то есть кризис чуть-чуть получил нерв но на самом деле это несущественно люнекс блокируемый урон форсы файл уменьшен 80 процентов на 40 то есть люнекс который кстати тут 80 а вот там почему-то было 90 или просто тут что-то не видно в общем получается что люнекс имел синюю такую защиту которая поглощала 80 процентов урона и она кончалась ее нужно было заряжать и после того как она кончалась ты получал урон по максимуму здесь получается они снизили этот самый порог на 40 процентов ребята это это плохо на самом деле люнекс теперь будет умирать быстрее продолжительность действия способности уменьшена 6 до 4 секунд это жопа настоящая жопа но так как у меня появилась пилот китти которая прибавляет своей золотой способностью стандартной 2 секунды к способности у меня робот на данном этапе бегает вместо 6 8 секунд при нерфе люнекс будет бегать у меня 6 секунд но те люди которые гоняют на линоксе с другим пилотом они окунуться в хаос за 4 секунды нужно будет уйти во в инвиз и кого-то пошпилить и успеть убежать это конечно ребята проблематично так что я считаю что люнекс будет понятным круто время перезарядки правда уменьшена на 3 секунды с 11 до 9 ну тут как сказать да успеешь ли ты выжить за эти девять секунд потому что не успел вовремя убежать от бежать от противника или не успел его вовремя добить потому что две секунды как раз хватило бы добить противника и остаться в живых для того чтобы перезарядить свою способность в общем типа не фабов но на самом деле жуткий нерф я думаю что люнекс еще если потом потом скорость поддержит он передвигаться будет медленно это жопа начнется это можно на орочи обратно переходить а его брат несов который тоже имеет вот этот голубой синий щит он тоже понерфлен с 80 вроде бы там до то есть 80 ну вроде как 80 40 процентов тоже понерфлен то есть не за тоже будет получать люлей быстрее но опять дарка способности у него увеличена на 2 секунды на каждый заряд то есть медленнее будет перезаряжаться его способность прыжка и из-за этого он еще больше будет уязвим скорость передвижения у него унизили с 58 до значит 53 километров то есть он еще и ходить будет меньше на зору думаю что в этом обновлении досталось больше всех среди роботов я думаю что never будет уже не такой смелой но все равно он оставит какой-то эффект опасности для противника потому что все таки он может быстренько к тебе подбежать и быстренько от тебя отлететь благодаря наши способности вот то есть попади попробуй этого робота который так прыгает ну а потом придется тебе сидеть и ждать очень долго пока зарядится все твои заряды и за этого ты теряешь в уроне и не можешь помочь с маяками в общем ты выбываешь из строя не заружу по давайте дальше энглер а кстати это не самый нервный робот поверьте это энглер скорее всего энглер бонус к скорости передвижения от способности electric shift его уменьшен с 1 8 с 1 8 до 1 3 получается что энглер при способности будет стоять на месте то есть что там ему прибавка 30 процентов скорости вы смеетесь при том эту же самую скорость они унизили до трех километров унизили до унизили до трех она стала 50 километров в час прочность правда добавили плюс 15 процентов но это ерунда с нынешним вооружением где убивают за секунду и сносят по 300 тысяч прибавка 20000 это ерунда ерундовая что получается значит энглер у нас в задницу ребята уходят на склад и это печально ну а какой смысл раньше ему было понерфли на способность передвижение способным понерфли на значит передвижение способности и он стал ходить медленнее и не добегать до противника или не убегать от него теперь у него вообще не будет возможности дойти до противника или уйти он робот просто будет стоять позади всех или на линии фронта но в обороне никакой атаки у энглера уже не предвидится это робот уже не а точный а оборонной разработчики его унизили и это печально у меня энглер я уже подумал вы ребята если цифры никакие не изменятся на релизе я подумаю поменять его на ревенант а зачем мне энглер который не дойдет до противника а стоять ждать противника тоже унизительно я буду телепортироваться к противнику и если энглер умирает так же как ревенант я буду лучше умирать вот там впереди чем жить всю жизнь пидорасом позади а марс значит ну в энглер поняли да жопа марс бонус к скорости передвижения от способности у него уменьшена 25 аж на до 15 километров в час то есть кидая турель вы не очень быстро продолжайте движение аж на на целых 10 километров это ребята смертельно могу сказать для марса потому что вы думаете что у него типа щит его спасает щит ребята тоже понерфлен марса на 20 процентов так что какой мужчин будет его спасать я вас умоляю состав 90 тысяч щита у него останется 150 тысяч щита и вы раздолбайте этот щит и англ и марс уже будет уязвим а убежать он не сможет вот так вот ребята марса понерфили но потому что какие-то умные люди выкладывают марсов серебряной лиги и показывают как они там тащат и убивают я удивлен что эти не очень умные блогеры не выкладывают марсов в стажерах там бы вообще марс был богом и дистриеры молились бы ему падая на свои металлические колени и разработчики бы просто увидев этот беспредел лютого марса в стажерах убрали бы его с рынка вообще в общем сераф ребята следующий робот которого коснулись задницы наших разработчиков бонус к скорости передвижения в способности где он взлетает уменьшена аж на на 50 процентов с двух умножений до полутора то есть он будет летать в воздухе медленно и соответственно порог его передвижения будет уменьшен раньше он долетал до москвы теперь будет долетать до макада вот такая ребята ситуация а вот блокируемый урон у него тоже уменьшен с 80 минус 80 процентов будет 25 процентов или понерфлен на 25 в общем с 80 до 25 процентов понерфлен на это огромная сумма если тут по цифру до смотреть просто огромная это ужасно ужасно на 55 процентов урон он будет пропускать то есть по сути сераф тоже на помойку идет ибо ты взлетел и тебя в воздухе убивают даже самые парашные стволы серафа убивали в воздухе и так до этого будущего обновления но и сейчас он вообще превратится в труху то есть робот который изначально придуман своей корпорации для того чтобы летать в воздухе и наносить урон противнику будет понерфлен до такой степени что роботу способность подняться в воздух окажется уже смертельный к сожалению можно это было бы сказать не ну к радости было бы это сказать что новое вооружение не стоит на месте корпорации придумают новое вооружение где серафу проблем доставлять будет воздухе но к сожалению мы так сказать не можем мы можем констатировать факт что именно специально убийством этого робота является его нерв разработчиками не новые технологии виноваты а именно сами разработчики то есть кто владеет серафами старайтесь ребята не плакать ну и приготовить и место на складе у диметра значит прочность увеличена какая радость ничего лично не вижу в ревенант а прочность боковых счетов увеличена то есть получается что они нафиг не нужны были и до ребаланса и сейчас их чуть-чуть апнули и это вообще никакого смысла не ребята не дает то есть ревенант остался при своем ауджан устроенное оружие увеличили значит урон 15 процентов что говорит о том что серафа можно на помойку ауджана выводить в бой только единственный вопрос у меня к разработчикам что ж вы люди то такие у серафа теперь нет как говорится жизни ауджана способность увеличена но она не работает что ж вы за люди то такие может вы почините ауджану способность чтобы она стреляла из 100 процентов и его времени сто процентов они перебоями как в вода в 90-х горячая шла раз в неделю по вечерам и так ревенант прочность боковых счетов говно диметр тоже не очень ауджан как бы спорный вопрос а вот зато фантому роботу который тоже отбегает и телепортируется обратно вот фантому ребята не знаю увеличили значит урон от способности blink 35 до 45 процентов снижение урона извините то есть у него очков стало 85 а с 55 то есть 10 процентов это 30 очков защиты ну чем хочу сказать фантома вернуть меня в ангар или нет пишите в комментариях в принципе неплохо он получает защиту и оружие у меня вроде на него есть пишите ребята в комментариях ауджана фантома и ревенантом не уже и диметру мне уже возвращать в ангар советуют разработчики вот как вы понимаете тут не просто так список видите где метр на котором я играл ревенант мы которые у меня есть вместо мгра разработчики и ауджан который вместо серафа и также мне еще предлагает вместо люкса фантома вывести о как представляете вот такая вот ребята интересное совпадение это по значит роботом по роботам сами понимаете англер марс незер сераф больше всех страдают ну и люнокс тоже в спорном состоянии оружие роботов что что по оружию репиры время перезарядки увеличено с 8 до 12 не знаю в чем проблема урон остается такой же и мне абсолютно по барабану зарядился противник на расстоянии в тысячу метров или не успел зарядиться мне бы лишь бы пересечь от одного дома расстояние до другого это получается по барабану этот нерв абсолютно рипером не проблема ну а сами владельцы риперов то есть я-то не буду угадывать заряжена они не заряжены когда они заряжут зарядятся я взлетаю на своем ауди титане например или прыгаю на чем-то и получаю люлей непонятно заряженного оружия заряженного 4 секунды плюс мы и пофигу а вот владельцы ну чуть-чуть будут ждать значит с 10 залпов с 10 обоим они будут ждать значит 40 секунд ну пусть ждут а то совсем уже оборвелись убивают с одного-двух выстрелов обычных роботов чудо снайпера такие конечно понимаю что снайпер так должен делать но мы-то в роботы играем йокарного вам это деньги платим нам-то нет тут возможности мимо снайпера проскочить ну тойоджи йоджи и хваджи урок уменьшен на 30 процентов но зато этим зато этим лазером ребята эффективная дальность увеличена с 800 до 1100 метров кто будет пользоваться на 1100 метров оружие которое не уносит урон все а также уже были с этими ваджами прокачаны вернее прокачанного людей и уменьшен у них был урон но даже перезарядка у них была то есть разогрев оружие у них был увеличен и вот что получается их еще и дамаг уменьшили а эффективность она никому это нафиг не нужно в общем тойоджи можно выкинуть на помойку мое мнение те кто донатил на это оружие имейте в виду вы будете донатить на следующее оружие это же будет все понерфли то есть вы вкладываете в проект воробот а потом вас вокруг как два пальца не для спайк и стейк который сейчас только что пропустил это гарпуны интервал между выстрелами увеличен почти в два раза но не в два ну это принципе для них существенно потому что они уже не так будут датыкивать до смерти а придется подольше разбирать своего противника но все равно это не смертельно потому что это оружие как и рипперы она имеет охрененную особенность которая будет пробивать которая пробивает все щиты то есть это ребята охрененный бонус и так у этого оружия что он пробивает все щиты а там неважно сколько он кулупает дело в том что если вы со своими щитами против робота со щитами вы выиграете потому что вы пробиваете щиты вот так что не знаю понерфли на конечно они неплохо но зато щит у них на вашего робота будет выдаваться аж на 20 процентов больше вот и получается что вы живете дольше противник меньше но придется разбирать противника подольше в общем это нерв нерв существенный но я думаю что не смертельный и этими тыкалками можно будет играть в дальнейшем значит пушки спиры бонус к урону от последующих выстрелов уменьшим 1 полтора два с половиной было 1 1 3 1 9 стало ну что же с пирами в принципе их уже нефли еще один нерв спиром и я думаю что спирами уже не очень много народу будет играть я думаю процентов 70 эти пушки снимут потому что уже такого существенного урона ешь падай уменьшение шкалы противника не будет заметно спиры играбельные думаю лучше чем у меня пушкина те же самые вайпер и так что спиры думаю будет играбельно файнтеры время перезарядки увеличена с двух до трех секунд между между зарядка вот этих вот маленьких обоим как вы понимаете что если нажать кнопку и удерживать стрельбу файтеры постоянно стреляют и потом они заканчиваются обойма и маленькая такая вот обойма подзаряжается и опять вы можете ее выстрелить то есть она будет выстрелиться автоматически каждые две секунды это маленькая обойма и вот эту обойму увеличили перезарядку до трех секунд этих обоймам мы посчитали 6 штук и получается на 6 секунд больше файнтеры будут до заряжаться то есть это полная катастрофа оружие по быстрым роботам не попадает это не точечные это нет вам не ребята те же самые вот эти вот пиры вот не пульсары не гарпуны которые вообще практически на робота наводиться не надо это вам не репиры это файнтеры они как огнеметы они как ракетное вооружение она отстает от своей цели и соответственно файнтер даже не имеют сплаша чтобы урон наносить но однако файнтеров понерфили и это огромный нерв и файнтеры я буду с марса снимать файнтерами я уже не смогу пользоваться но это жопа ребят время значит у них перезарядки будет 18 вроде бы секунд представляете ужасно кучал урон уменьшен на пять процентов несмертельно глори количество зарядов за выстрел уменьшена с 30 до 20 при том еще и с разбросом эта цифра увеличивается в общем глори понерфили господа и охренеть как существенно теперь вы не будете наносить такого огромного урона по титанам как сейчас делаете глори скорее всего снимать снаер скади и хелы боезапас увеличили с 40 до 48 а раньше с 50 до 40 уменьшали в общем не знаю боезапас увеличен но попробуем попробуем у меня есть как раз хелы можно повесить хелы и полетать на хелах будет потому что их и так уже а поле на 40 процентов урона так что хелами я смогу поиграть ребята главное не забудь не забыть это все водить стинг боезапас увеличен с 5 до 6 патронов что хорошо владельцам стинга вольт я с удовольствием бы поиграл бы на стенках показал бы вам геймплей ну нет такой возможности у меня нет пресс-аккаунта я не могу вас радовать такими видеороликами значит вольт и урон увеличен на пять процентов это отстойное оружие нет смысла его качать вообще вот скорже интервал между выстрелами уменьшен время расходования боезапаса уменьшена это об несомненный и проблема в том даже не проблема а я удивлен я думал что у нас поток значит вот я включаю лазер не видно да я включаю лазер и вот например навожу его на пакет и вот так работает значит у нас скорже они идут нескончаемым потоком от точки выстрела до противника и вот этот самый поток я думал что он наносит урон то есть если я подержу полторы секунды он нанесет там десять тысяч если две с половиной то 20 если две три секунды то 25 понимаете оказывается он идет то идет в робота но каждую секунду идет по шесть тысяч урона у меня скорже прокачены они наносят шесть тысяч урона и оказывается они просто как накопительный эффект каждую секунду этот урон проявляется на роботе к сожалению так я думал от одного до двух то есть ты включил и он начинает накапливаться 10 20 30 40 50 60 70 и так далее нет оказывается иначе в общем у них каждый раз но правда тут такой об интересной на 8 секунд то есть вернее на одну сотую на одну сотую секунду это просто жопа на одну сотую секунду добавили интервал между уроном время зато расходование уменьшено то есть ты но их в свое время увеличивали теперь уменьшили то есть и теперь с коржами будешь я тоже могу с коржа повесить обратно вернуть попробовать пострелять ну против обычных роботов понятно что против крутых нет но на одну секунду ребят это тоже неплохо это хорошо то есть урон будет проходить быстрее робота вот дальше перезарядка и опять урон будет быстрее проходить то есть урон в минуту уже увеличивается в разы ну не в разы но увеличивается шок трейн урон увеличили на 8 процентов здорово чем гуская экзотус интервал заряда уменьшим с одной целой до одной время полной перезарядки уменьшена в двадцати пяти трех до двадцати трех секунд это у нас ракетницы на 300 метров бесполезный не бесполезный об не знаю кто на них сейчас играет но все же об оружию есть араем glory лайм райм край и глайсер значит ой райм криво и глайсер урон увеличен на пять процентов тоже непонятный об и по оружию роботов у нас значит все в общем гарпуны понерфили жесткая спиры понерфили файтеры на помойку glory понерфили вот ну а остальное все папа ли давайте по титаном значит рук время перезарядки активации шелта реплейс это увеличена с 14 до 16 секунд то есть это у нас значит его основная способность вверх-вниз на 2 секунды будет приторможена рук сейчас является абсолютным дисбалансным роботом и любая красная значит строчка нерфа приветствуется обычными игроками конечно же владельцами руков это не приветствуется это слезы они тратили на них деньги настоящие и видят как их деньги обесценивают но для меня не владеющего рукам другая ребята значит в голове созревает перемога время телепортации новых щитов увеличена с 4 до 6 я не знал как это работает спасибо фейку он мне значит объяснил что рук мог свои щиты сбросить остаться уязвимым и вылечить за счет этих своих щитов прямо все свое хп до серой шкалы теперь эта возможность будет через каждые 6 секунд но у него есть титан который вернее пилот на титана который позволяет ему пару секунд добавлять то есть уменьшать и все вернется на свои круга и то есть как надо было 4 так и будет 4 но представляете с новым пилотом с тем для рука каждые две секунды он себя лечил это просто ходячая аптечка просто пиздец сам себя через две секунды лечил неубиваемые роботы там просто разрыва между серой шкалой его хп никакого ни разу не было это ужасная рука но разработчики идут ва-банк они увеличивают в тысячи раз роботов новых в тысячи раз сильнее делают на обычных старых для того чтобы уже все их точно продать и получите деньги вот они не идут постепенным ступенчиком по каждой ступеньке они уже перепрыгивают через 20-30 ступенек по силе выводу новых роботов титанов прочность счетов уменьшена на 15 процентов это чтоб мы не плакали скорее всего а вот что как бы никакой никакого нет я здесь не увидел ужасного 14 16 секунд это ерунда 2 секунды способность это незаметно 46 секунды каждые 6 секунд лечиться но это тоже незаметно 4 лечился 6 секунды лечишься но чтобы мы не плакали нам им прочно счетов уменьшили 15 процентов сделали но дело в том что счетов много и сбрасывать все счеты хватит вылечиться до конца то есть тоже не вижу никакого смысла то что мы будем пробивать его счеты быстрее ну может быть но опять же ему по барабану индра время то есть он счеты и мы его счеты пробили начинаем наносить урон он куяк оставшиеся счеты сбросил то есть сзади по бокам да и спокойненько такой себе вылечил все свои хп а через 6 секунд у него новые щиты то есть опять их пробивай не вижу никакого лютого нерфа рук играбельные и опасные до сих пор индра время перезарядки способности увеличена с 14 до 16 секунд то есть каждые 16 секунд это нерф это естественно блин жопа индре потому что она через она ждала каждые 14 секунд чтобы накопить этот пасшифт свой чтобы куда-то слинять от здания к зданию или подойти к противнику теперь она на каждый свой значит будет две секунды тратить а их вроде как три и получается полная задница у индры в этом плане но ей чуть-чуть апнули время действия способности она увеличилась до пяти секунд из трех тут уже можно сказать что нерфик есть но скорее это баф то есть три способности она может использовать как не 9 секунд а как 15 секунд передвижения а это на 6 секунд больше это существенно так что этот бафу скорее перекрывает тот нерф и как сказал фейк мы делились разговаривали по этому поводу на стриме фейк сказал что две способности 10 секунд вполне хватит переждать атаку рука который поднимет индру вверх и захочет ее убить она может спрятаться в пасшифт логично в общем индру как вариант у меня есть возможность ее прокачать у меня есть платина можно прокачать кракен индру подумайте напишите в комментариях лучше дар время действия способности увеличена 20 25 секунд время действия способности фрок сплэш что за способность 20 секунд у него длилась думаю здесь какая-то ошибка думаю что это не время действия способности фрук сплэш фрук сплэш сейчас я ребята посмотрю на своем титане интересно что-то какая-то ошибка я думаю титан совершает прыжок затем планирует либо совершает рывок земле при приземлении ученого наносит урон двух радиусах и накладывать на врагов зоне поражения эффект супрессион во время полета действует система защиты рефлектор урон в ультра другом радиусе всегда сильно больше в основном радиусе так ну чтож супрессион временно снижает урон всех противников каждача в зоне поражения 20 процентов так перезарядка у рефлекторов 20 секунд ну вот у него перезарядка рефлектора 20 секунд и вот скорее всего перезарядка именно вот его способности до перезарядка вот это способности фрок сплэш а на 20 секунд здесь цифры и она увеличится до 25 секунд то есть это нерв я считаю потому что никакой других цифр и как бы понять что там еще в плюсе не знаю эта ошибка его рефлекторная защита ultimate defense 15 секунд перезаряжается так что я думаю что это ошибка и предполагаю что это нерв его перезарядки основной способности действия способности ultimate defense увеличили с 6 до 8 секунд то есть вот это способность сделан стоит и защищается своим куполом она на 2 секунды апнута это но это об мазара нет но вот этот прыжок с 20 секунд будет 25 это долго даже тому же руку сделали значит активация перезарядки две секунды а вот у лучи дара время действия способности фокс с увеличена хотя тут написано время действия способностью увеличена 20 25 секунд вот тоже как-то непонятно может правда это не перезарядка способность действует честно сказать он делает прыжок просто летит падает и все у него пропадает в общем ребята отпишитесь что тут не так но это его как бы ультимативный defense это ultimate defense это об несомненно на 2 секунды больше сможет стоять и поглощать урон отдавая его обратно serious бонус к скорости передвижения при выбрасывании турели той и той увеличен с 10 до 12 метров но будет более подвижен но ненамного всего 2 км прочность увеличена на 20 процентов тоже в принципе существенно очень хотелось бы поиграть на титане сириусе там две турели вот однако лечит другая лечит это как геймплей наверное с марсом только интереснее но к сожалению нет такой возможности хайм дал значит бонус к урону в режиме атак мод увеличен 10 до 15 процентов и прочность увеличена на 10 процентов прочность физического счета увеличена на 15 процентов handle up ну то ребята но сомневаюсь что он будет играбелем у него же нет никакого там сопротивления оружие цвета то если мы добавили бы 30 просто добавили бы сопротивление он был жил бы подольше а так вам все равно мясо оружие титанов oxy эрган интервал между выстрелами увеличен в два раза это нерв разумеется урона будет меньше два раза evera в рм количество зарядов за выстрел уменьшено с 3 до 2 то есть один раз ты нажимаешь на его ру и вылетает три пульки нажимаешь постоянно стреляет по три пульки каждый раз так вот стрелять будет не три пульки а две пульки это ну ребята это на 40 процентов урона будет меньше понимаете evera наносить на 40 процентов урона меньше также еще у evera и в рм разброс зарядов увеличили на 14 процентов то есть оставшиеся две пульки с выстрела будут разлетаться так что одна может попасть вторая не попадет то есть это опять же меньше урона но урончик они увеличили на 10 процентов в общем evera под вопросом уйти на склад но в ближе вблизи она все равно какой-то урон будет наносить потому что она опасная ибо она не дает возможности лечиться вот чем опасно evera и прям реально вблизи будет уже больнее то есть будет как сказать играбельнее чем раньше раньше она выносила всех даже на расстоянии а сейчас более-менее баланс войдет это оружие к чему я рад потому что дисбаланс всегда лечить циклона катаклизмы урон увеличен но это бессмысленный об никто на них не играет страйкер урон увеличен на пять процентов это бессмысленный об те стрел это уже дроны и стрел прирост скорости передвижения от убийства уменьшим на 10 километров то есть не так вы быстро будете разгоняться убивая людей хотя вот мы с фейком пришли к выводу у него есть к стрел прокачанной и он убивает на своих крутых роботах где-то 9 10 роботов за бой а это играя на трех роботах то есть по сути вон имея одного робота и дрона к стрел убивает ну где-то примерно три робота за за своего к стрела и он успевает ему надавать раньше успевал давать прирост где-то в 60 кадров в час до 3 на 20 а сейчас будет давать прирост 30 кадров в час будет тоже принципе неплохо причем еще к стрел количество восстанавливаемого серого урона от убийств уменьшена с 25 до 17 процентов то есть серый урон от убийств вот от урона извините от серого урона будет восстанавливаться меньше но все равно это будет играбельный дрон это вот играбельный дрон но фейк сказал что выходит новый на то сервере дрон который проблема принесет и к стрелу идет на второй план но он уйдет на второе не на 10 доль токи значит у нас урон отстроенного оружия увеличен на 10 процентов то есть его лазер будет увеличиваться на 10 процентов ну там апчик такой да приятненько дрончик урона уносит побольше армандилио бонус качкам защиты будет уменьшен с 15 до десяточки этого ребята это не катастрофически но неприятно вот ну как опять же армандилио сколько вы убиваете противников до сколько вы внутри убили получили 45 очков защиты а будет 30 ночью на 15 так уж и много ревивер бонус к прочности у него значит увеличен с 7 до 10 процентов бессмысленность ну как бы плюсик есть но не очень big длительность стелса значит при первом попадании будет вместо пяти три секунды а вот это не катастрофически но апчик уверен нерфик неприятной паралисис значит бонус к урону будет уменьшен с десяти до пяти процентов при использовании аптечки это печально вот бонус к защите уменьшен с двадцати восьми до шестнадцати процентов это в два раза 42 очков защиты было 40 стала 20 то есть паралисис будет под нерфлин это печально у меня он есть это печально персифон увеличим значит на 30 процентов восстановления и это об кто там пользуются роботами аптечки роботами лекарственными персифон вам если у вас он есть это апчик вам радость баррелл урон от баррелла значит увеличен на 60 процентов тоже в радость глайдер ребята тоже восстановление увеличена на 10 процентов тоже в радость во робот с тестовое подразделение в р тест 9 3 1 8 187 318 25 08 23 25 08 23 года в общем ребята вот такой у нас получается тест в эти выходные и будущее или баланс в 9 и 4 спасибо большое борису спасибо большое фейку за информейшн с вами был братуха подписывайтесь на мой канал ставьте локки дизлалки оставлять свои комментарии ваше мнение очень важно для нас всем пока пока но по скриптом значит энглер идет на помойку менять марса скорее всего менять он будет медленный я попробую на нем поиграть люнокс возможно будет заменен на ручи но будет видно так как у меня все-таки есть этот пилот который дает значит две секунды прибавочку не было бы этого пилота я думаю что стопудово поменяли бы на ручи и муки это все не коснулась сераф скорее всего уйдет в небытие вместо него можно будет поставить а ручи тем более ему огонь апнули ну и также будет игра с перестановка у меня с оружием буду пробовать хэлэш мэлэ и так далее а теперь точно всем пока пока